Больше 40 объектов культуры, спорта, образования и городской среды получили новую жизнь или возведены с нуля. Это итоги программы «Тобольск-2020», которая вывела историческую столицу Сибири в первую десятку самых комфортных городов страны согласно рейтингу «Бенстроя России». Совместный успех администрации города, правительства региона и компании «Сибур». То, что мы пытались сделать совместно, это найти и болевые точки, или точки, где можно сделать улучшение. Их было несколько десятков, какие-то из них были относительно значимыми, какие-то были достаточно маленькими. И соблюсти этот баланс маленьких, но полезных вещей и чего-то заметного, именно в этом наибольший успех программы. Продолжение следует дан старт программе «Тобольск-настоящий». В соавторы пригласили горожан. Более 11 тысяч человек приняли участие в различных форматах общественных обсуждений. Выделенные ими приоритеты легли в основу программы развития городской среды на ближайшие 8 лет. Есть два ярких, четко сформированных направления. Городу, Тоболикам, нужен городской парк культуры и отдыха. И жители беспокоятся за сохранение и приспособление объектов культурного наследия. Именно это и положено в основу первоочередных мероприятий. Символом программы «Тобольск-настоящий» стало изображение Тобольского изразца, найденного на территории у Дворца-наместника в начале 2000-х годов. Кирпичик в основании стартовавшей программы, где планируется реновация строительства 51 объекта. Среди ключевых проектов 20 объектов исторического наследия города, строительство трех новых арт-объектов, семь парков и скверов, четыре новых объекта капитального строительства. Конечно же, необходимы новые проекты и объекты для притяжения туристов. Потому что туристы едят зачем? За новыми эмоциями, за новыми впечатлениями. И как раз для того, чтобы подарить эти эмоции и подарить эти впечатления, сегодня мы презентовали программу «Тобольск-настоящий», программу, которая считана на 2030-го года. Мы вместе будем эту программу реализовывать. И я уверен, что все, что запланировали, будет сделано. Многие инициативы уже были обнародованы. Бульвар Менделеева и Менделеев парк, благоустройство Александровского сада, центр гимнастики. Но, пожалуй, главной радостью станет строительство многофункционального концертного зала на перекрестке улиц Ремезова и Доронина. Елена Макова, Анастасия Терехова, Рустам Рузеев. Тобольское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова